Администрация города Твери, Комитет по туризму администрации Тверской области, Фонд творческого наследия Михаила Круга, Радио Шансон и телеканал Шансон ТВ представляет Восьмой фестиваль шансона памяти Михаила Круга. В субботу, 26 июня, с 4 часов дня до 9 часов вечера, на набережной городского сада состоится гала-концерт с участием самых ярких звезд шансона. Подробности на сайте кругтверь.ру Здравствуйте! В эфире программа «Короткий разговор» и ваши рассказчики Оксана и Правда Шансона. 1 июля 2002 года трагически оборвалась жизнь Михаила Круга, человека и музыканта, вместившего в свое творчество целую жизнь постперестроечной страны. Сегодня поговорим о даре Михаила Круга и узнаем, почему до сих пор никто не смог занять нишу самого народного шансонье. Михаила назвали в честь деда, без вести пропавшего на фронте. Впрочем, еще в Тверском роддоме номер 2, где будущий шансонье появился на свет, его прозвали Мишуткой, крупный был ребенок. В детстве он любил кататься на велосипеде и мечтал о профессии шофера. В 11 лет сосед показал Михаилу пару аккордов на гитаре, а дальше он сам учился играть. В музыкальной школе тогда еще Миша Воробьев не задержался, увлекся хоккеем, футболом, но гитару не забрасывал. Михаил Круг отличился на слесаре автотехника и даже руководил автоколонной. Он не терпел неправды. Было время, Михаил работал водителем, производил молочные продукты. Однажды он поменял бидоны с молоком и сметаной. Качественный продукт он раздал простым людям, а предназначенный им отвез в обком партии. Возмущению руководства не было предела. Михаила даже хотели подвести под статью о спекуляции. А он в ответ, что они не такие же люди, пусть попробуют молочко, которое мы пьем. Отслужив в армии, Михаил Воробьев женился. По совету родителей первой супруги пошел учиться в институт, в котором и узнал о конкурсе авторской песни. Тогда он исполнил песню про Афганистан, испившегося ветерана войны, и стал лауреатом. В жюри конкурса заседал популярный в советское время бард Евгений Клякин. Его слова «Тебе надо работать дальше» определили дальнейшую судьбу Михаила Воробьева. Почему Михаил Круг выбрал себе такой псевдоним? По словам матери шансонье Зои Петровны, во-первых, ему всегда нравилась эта фигура, а во-вторых, помните, как в русских сказках, «Очерти вокруг себя круг, и ты в безопасности» – Михаилу это нравилось. Первый альбом «Тверские улицы» музыкант записал на студии «Тверь». Потом появился альбом «Катя» и третий альбом «Без названия», которые были украдены и разошлись пиратским способом. В 1994 году увидел свет первый официальный альбом Михаила Круга «Жиган Лимон». Блатные выражения для своих песен. Шансонье берет из словаря выпуска 1924 года для внутреннего пользования НКВД, который приобрел случайность. Один из хитов с пластинки «Жиган Лимон» – песня «Кольщик» – писалась три года. Здесь Михаил не только поет, но и говорит. Он первым начал записывать речевые монологи на музыку и ставил себе это в заслугу. Все песни с первых четырех альбомов Михаил посвятил первой любви – Марине. После успеха пластинки «Жиган Лимон» Михаил Круг мог в принципе позволить себе вообще не записывать ничего нового. Но он продолжал много работать, хотя по признаниям его коллег, в последнее время создание песен давалось ему с большим, чем былые годы трудом. В 1997 году Михаил Круг выступил за границей на фестивале «Русский шансон» в Германии. Песня «Мадам», исполненная им под гитару, вышла на одноименном диске, выпущенном немецкой фирмой «Соло Флорентин». На следующий год, в марте, Михаил получает премию «Овация» в номинации «Русский шансон». О нем снимают фильм «Барт Михаил Круг», музыканты сам дебютируют в кино в роли криминального авторитета. В действительности Михаил Круг выпустил всего шесть дисков. Седьмой – «Изповедь», почти доведенный им до ума, вышел уже посмертно. За Михаилом Кругом по-прежнему остается статус одного из самых издаваемых артистов России. Минувший год подарил поклонникам легендарного музыканта с десяток заново переизданных альбомов и концертных девяти. Новое переиздание «Кольщик», выпущенное в рамках серии «Любимый голос» в новом звучании, включает в себя 12 популярных работ шансонье. Причем в диск были включены ранее не издававшиеся версии песни. Лишь немногие пытались проанализировать феномен Круга. Один из них, официальный биограф Михаила Круга Роман Никитин, убежден, что успех артиста, не всякого сомнения, особенность его вокальной подачи. «Успех Круга», пишет Никитин, «не мог быть, вопреки мнению самого артиста, однозначно обусловлен только социальным контекстом той поры, пресловутыми летними девяностыми». «Круга» ты слышишь сразу. Не только потому, что у него такой тембр голоса, а и потому, что он вот так именно это доносит. Вот с такой немножко надломленной маленькой болью, грустинкой. Вот это вот, это то, что российский человек, то, чем он жил всегда. Есть, безусловно, интересные вещи в его творчестве. Вот в частности, тембр голоса. Он даже самые какие-то простые вещи, которые, ну, просто примитивные совершенно, тривиальные. Вот в его исполнении, с его тембром голоса, они как-то по-особенному звучат. Для меня чаще всего, вот именно как раз музыка «Русский шансон», когда я ее слушал по радио, либо где-то, да, она ассоциировалась у меня с Михаилом Кругом. Михаил Круг иначе такой саморолик. Я считаю, что Круг был очень хороший артист и очень убедительный. Даже сейчас все проекты, связанные с его именем, от Ирины Круг до группы «Попутчик», вызывают устойчивый интерес. Секрет заключается в первую очередь в завораживающей магии баритона Михаила, с несомненными талантами мелодиста и аранжировщика. И все же, сколько бы мы ни читали о Круге, сколько бы ни слушали его песен, вся недолгая жизнь этого артиста окутана тайной. Это и тайна его успеха, это и тайна создания песен, от которых у женщин перехватывало дыхание, а у мужчин наворачивались на глазах слезы. И Михаил попросился, стал моим помощником. Он сам пришел, я же слышал его песни, а потом узнал, что он хочет в Париже познакомиться. Я пришел к нему в какой-то кинотеатр, он давал концерт. То есть взаимные симпатии, видите, значит, его песня, это созвучно моей душе. И все его песни я постоянно слушал в машине, он приходил ко мне в Государственную думу. И вот это, как бы вот на последнем этапе он заменил в чем-то нам и Высоцкого, и Талькова, там, не знаю, еще каких-то вот этой серии исполнителей. И опять очень мягко, и даже манера исполнения. Тоже гитара везде в основном, так сказать. Ежегодно в канун гибели шансонье гуляют его родные тверичи. На центральном стадионе города при поддержке радио Шансон и телеканала Шансон ТВ проводится большой праздник, куда съезжаются артисты русского жанра со всей России. В этом году состоится уже восьмой фестиваль памяти Михаила Круга, который пройдет на набережной реки Волги. В этом году восьмой раз будет проходить фестиваль шансон на памяти Михаила Круга. Наш фестиваль поддерживается администрацией области, администрацией города, радио Шансон и Шансон ТВ. Песни Мишина живут и будут жить. Приезжайте, я надеюсь, что будет хорошая погода в этом живописнейшем месте, и все вместе отдохнем. Когда снова и снова задаешься вопросом, почему так никто и не смог занять нишу самого народного шансонье, понимаешь, у Круга все было гениально и просто. Наверное, героям сегодняшней сцены это не под силу. С вами была программа «Короткий разговор» и ваши рассказчики «Оксана» и «Правда Шансона». До встречи! Администрация города Твери, Комитет по туризму администрации Тверской области, Фонд творческого наследия Михаила Круга, радио Шансон и телеканал Шансон ТВ представляет. Приходите в мой дом! Восьмой фестиваль шансона памяти Михаила Круга. В пятницу 25 июня в рамках фестиваля в Доме культуры «Химволокно» в 15.00 состоится конкурс «На волне Шансона». Информация для желающих принять участие на сайте кругтверь.ру